Привет, народ! В этом ролике я постараюсь озвучить сказки, некоторые русские народные сказки, так, чтобы вам было страшно спать ночью. Блядь. У меня, короче, кот грызет штатив, и я не знаю, что с этим делать. Я реально... Я просто не понимаю, зачем ты его ешь? Не ешь его, пожалуйста! Вот. Для начала озвучим сказку Колобок. Потом озвучим... Какую сказку ещё озвучим? Так, это Красная Шапочка. Красную Шапочку озвучим, там вообще должен быть хор, просто... Там мясо! Там просто кровь, кишки и мясо. И, наверное, немножко сказки переделаем, чтобы было страшнее. Вот. Короче, готовьте чаёк, печенюхи и погнали! Раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука. Итак, сказка Колобок. Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик. Испеки ко мне старый колобок. Да из чего печь-то? Муки нет. Эх, старуха! По амбару помети, по сусекам поскреби, вот и наберётся! Старуха так и сделала. Намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала Колобок, изжарила его в масле и положила на окно постудить. Надоело Колобку лежать. Он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, да к двери. Прыг через порог, с сеней, и с сеней на крыльцо, а с крыльца на двор. А там из-за ворота дальше и дальше. Катится Колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, Колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою!» Заяц уши поднял, а Колобок запел. «Я Колобок, Колобок, по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешён и в печку сожжён, на окошке стужён. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, а от тебя, зайца, нехитро уйти». Несколько минут после весь лес содрогался от истошного вопля заяца. И покатился Колобок дальше, только его заяц и видел. Катится Колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк. «Колобок, Колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою!» И Колобок запел. «Я Колобок, Колобок, по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешён и в печку сожжён, на окошке стужён. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, я от зайца ушёл». «А от тебя, волк, нехитро уйти». Тропинка окропилась волчьей кровью, а Колобок покатился дальше. Катится Колобок по лесу, а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле гнёт. «Колобок, Колобок, и я тебя съем!» «Ну где тебе, косолапому, съесть меня? Послушай лучше мою песенку!» Колобок запел, а Миша и уши развесил. «Я Колобок, Колобок, по амбару метён, по сусекам скребён, на сметане мешён и в печку сожжён, на окошке стужён. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, я от зайца ушёл, я от волка ушёл. А от тебя, медведь, тоже уйду!» На полянке остались висеть только клочья медвежьей шерсти. И покатился Колобок дальше. Катится Колобок, а навстречу ему леса. «Здравствуй, Колобок, какой ты пригоженький, румяненький!» Колобок рад, что его похвалили, спел ей свою песенку, а леса слушает, да всё ближе подкрадывается. «Славная песенка!» сказала леса. «Да то беда, голубчик, что старая стала! Плохо слышу! Сядь-ка ко мне на мордочку, да пропой ещё разок!» Колобок сел на мордочку лесы. «То, что произошло дальше, заняло всего несколько секунд. Последнее, что увидела леса, это открывающаяся пасть, из которой на неё смотрели сотни оскаленных глаз». Не, не, ну типа, реально. «А на следующий день участковый зарегистрировал девять трупов вместе с зайцем». «Я не испугался». «Я не испугался». «Кровавое лицо колобка лежало возле двери». «С чего это кто-то сожрал?» «А?» «То кто-то съел?» «Колобок». «Почему? А лицо колобка что-то делает?» «А колобка съел?» «А колобка съел?» «Я не понимаю, я запутался!» «Блин, просто ты сказал, что лицо колобка лежит, и такой, не понял, кто их тогда сожрал?» «Колобок, колобка, кто?» «А это самая главная тайна этого леса!» «Да!» «Ой!» «То кто-то не уйдет, кто-то Дмитрий Канежский, или кто-то...» «Расследование с Леонидом...» «Блин, нормально, нормально!» «Короче, народ, ну, как-то вот так вот получилось, если хотите еще таких видосов, хотите послушать какие-нибудь сказки в страшной озвучке, то пишите в контакт, пишите в комментарии, мы обязательно все снимем и сделаем по вашему запросу. Вот, в общем, лайк, репост, подписка, в скором времени, надеюсь, еще влоги будут выходить, но это не точно, потому что и фиг его знает, как это все будет. В общем, лайк, репост, подписка и всем пока! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok